Я предлагаю, братья и сестры, открыть послание Галатам, 5 глава, прочитаем с вами 17 стиха. «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, они суть прелебодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающий и так Царство Божие не наследует. Плот же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона. Но те, которые христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если же мы живем духом, то по духу и поступать должны». На этом закончим. Итак, мы говорим о Духе Святом, мы говорим о делах Духа, о плодах Духа, о действии Духа Святого в нашей жизни. Мы празднуем Троицу, как день рождения Церкви. И это не просто какая-то дата, которую мы вспоминаем. Это истина, это богословская истина, которую мы принимаем. Мы принимаем, что Дух Святой сошел, чтобы, как вот сегодня упоминалось, чтобы дать нам силу, чтобы мы приняли силу, чтобы мы имели силу. Не имея этой силы, мы не можем жить духовной жизнью. Мы можем жить, к сожалению, только плодской жизнью, без силы Духа Святого. И поэтому Господь, Он дает нам эту силу. И мы могли бы сегодня много еще открыть и прочитать, как действует Дух в людях. В обыкновенных, кстати, людях, в обычных, подобных нам людях, которые были рыбаками, а стали апостолами, которые были там простыми верующими, даже были язычниками, даже были идолопоклонниками, были самарянками, были мытарями, были там, я не знаю, еще кем-то, о которых сложно было бы подумать, что эти люди, они вообще на что-то способны в духовном пространстве, в духовном мире, стать какими-то величинами, сказать какие-то значимые на всю оставшуюся жизнь слова. Но они это сделали, потому что пришел Дух Святой, Он перевернул их жизнь, Он изменил их, Он вдохновил их, Он мотивировал их, и они пошли и делали то, к чему их Дух Святой побуждал. И мы могли бы много об этом, конечно, прочитать, но Писание, оно ведь существует не просто для того, чтобы мы читали о том, как было где-то когда-то, о жизни неких святых угодников, которые там, значит, творили великие чудеса или еще что-то. Писание дано нам для того, чтобы мы могли приложить его к своей жизни и сравнить то, что происходит в нашей жизни, в нашей церкви, с тем, что происходило тогда, с тем, что творили апостолы, с тем, как жила церковь, которой Господь дает похвалу. И когда мы читаем это, когда мы смотрим на то, как жила первая церковь, как пишет им апостол Павел, как пишут другие апостолы, о той жизни, которую они призывают, то я думаю, многие из нас, делая это, читая, сопоставляя, они задаются вопросом, а почему мы не так часто наблюдаем это сегодня в нашей жизни? Почему, другими словами, мы так слабы, а не сильны? Ведь Писание говорит, что мы примем силу, а не слабость. Но мы, к сожалению, бываем слабы. А Господь, Он вчера, сегодня и вовеки тот же. И мы уверовали в того же самого Бога, в которого верили апостолы. Мы приняли того же самого Духа силы, любви и целомудрия, которые приняли они, о котором пишет апостол Павел. И поэтому эта сила, эта любовь и это целомудрие, они должны проявляться в нашей жизни. И нам их сегодня явно не хватает. То есть где же все эти чудесные Божьи благословения? Что нам мешает? В чем препятствие? И что это за такое препятствие сильное, настолько, что способна всю Божью благодать порой свести на небо, убрать ее из нашей жизни? И вот в Новом Завете это препятствие выражено одним коротким словом. Это слово плоть. И смотрите, как пишет апостол Павел, я прочитал сегодня это место, где он пишет о том, что плоть желает противного духу, дух желает противного плоти, они всегда друг другу противятся. Всегда. И вы не то делаете, что хотели бы. Смотрите, как апостол Павел рассуждает. Когда он говорит о жизни по духу, когда он говорит о духовной жизни, когда он говорит о плодах духа, о благословениях духа, он говорит это в связке с плотью. Он не может говорить об этом, не упоминая то препятствие, которое может свести на небо все эти благословения. Он говорит, что, к сожалению, не только дух действует, но и плод действует. И что интересно, если дух к нам пришел от Бога, то плоть к нам ни от кого не пришла. Это то, что мы всегда носим с собой. Это то, что есть наше. Это то, что является частью нас, частью нашей природы. И избавиться от этого не так просто, потому что это и есть мы. И поэтому апостол Павел говорит, что иногда мы проигрываем, и часто это, наверное, даже происходит иногда, и мы делаем не то, что хотели бы. Итак, наша самая главная проблема – это наша собственная плоть, которая всегда бунтует против духа. И мы никогда не станем духовными людьми, если мы этой истины не поймем. И если мы не примем ее, если мы не найдем способа, чтобы преодолевать свои плотские желания, преодолевать свои плотские потребности. И наоборот, чем больше мы познаем себя, чем успешнее преодолеваем сопротивление плоти, тем меньше мы зависимы от каких-то внешних факторов, от каких-то обстоятельств, от разных препятствий, которые встречаются в нашей жизни. Мы преодолеваем это, двигаемся дальше, идем и проявляем духовную жизнь, и сотворяем ту волю Божию, к которой Он нас призвал. Итак, давайте задумаемся прежде всего над тем, что же такое плоть? Что это такое? Что под этим словом подразумевает Священное Писание? Ну, конечно, под словом плоть очень часто употребляется просто физическая природа человека, подразумевается. Например, Писание говорит, «Будут двое и одна плоть», или, например, «И узрит всякая плоть спасения Божьей». Или, например, даже Христос говорит, «Сие есть плоть моя». Когда Он дает хлеб, Он ломает, Он говорит, «Сие есть плоть моя». И, конечно же, здесь под словом плоть ничего отрицательного не подразумевается, просто это слово обозначает физическую природу человека. Хотя нам мы должны сказать, что и просто простые физические желания, они очень часто бывают так, что становятся слишком сильны, сильны настолько, что отдаляют нас от Бога. Простые, естественные, не имеющие какой-то злой природы, а просто естественную природу, имеющие желания. И порой даже такие желания отдаляют нас от Бога. Например, человек может слишком много есть, или слишком много пить, или слишком много спать, предаваться лене какой-то, желанию очей своих, заботы о плоти превращать в кохоти и так дальше. И когда это происходит, то уже мы чувствуем, что наша природа мешает нам жить в духовной жизни. Наш духовный взор, он замыливается, мы начинаем размышлять и рассуждать поверхностно, мы начинаем духовные истины понимать по-плоцки, истолковывать их по-своему, так, чтобы это было удобнее нашей плоти, нашему телу, нашему привычному образу жизни. И таким образом, как бы, подгонять все духовные понятия под то, как нам бы было это удобнее. К сожалению, такое часто бывает. Но тут мы должны помнить одну вещь, что само по себе тело не является злом изначально. Вообще в греческой философии, в античной даже, скажем так, философии, когда развивалось Писание, Богословие, когда начиналась только Церковь, это была довольно развитая философия, в любой античной философии вы столкнетесь с этой мыслью, что тело есть зло, а дух есть добро. Что есть в человеке эти два начала, и что тело является как бы тюрьмой для духа. И что человек никогда не избавится от этой борьбы, пока не умрет. Что поэтому, как бы, ну, тут было два подхода. Одни говорили, ну, раз это так, то тогда и что, как бы, напрягаться лишнее. Это надо отдать телу то, что оно требует, предаться всему тому, что оно хочет. Как бы не сильно переживая, придет момент, она умрет, и дух освободится, и заживем совсем другой жизнью. Это был один подход. Другой же подход совсем обратный предполагал, что надо это тело, раз оно является злом, постоянно с этим злом бороться, сражаться, уничижать, там, значит, всяким образом лишать его разных вещей, и впадать в какой-то вообще дикий аскетизм, в дикий такой какой-то мазохизм, я бы так сказал, чтобы мучить себя самого ради того, чтобы дух был освобожден. Но это происходит из того, что люди думали, что тело зло. Но тело не является злым само по себе. Тело – это часть нашей природы. Тело – это то, что создал и даровал нам Бог. Тело – это то, в чем, что воскреснет, когда будет последний день. Господь не освобождает нас от нашего тела, когда мы умираем, и говорит, вот теперь ты свободен, теперь ты со мной, слава Богу, это тело там осталось внизу, пусть оно гниет, и оно там и останется. Нет, Господь назначил день, когда наши тела воскреснут, и мы снова вернемся в них, и они будут искуплены, усыновлены, и это будет сделано в свободу славы детей Божьих, и произведут великие изменения во всей природе, даже не просто человеческой, вообще во всей природе, во всем творении. Поэтому тело не является злом. Так что же тогда такое плоть, если мы не говорим, что плоть – это тело? Под плотью… Давайте мы откроем еще один текст и прочитаем его. Это послание филиппийцам. Послание филиппийцам, 3 глава, апостол Павел, мы читаем с 4 стиха, пишет такие слова. Послание филиппийцам, 3, с 4 стиха. «Хотя я могу надеяться и на плоть». Апостол Павел говорит, что он может надеяться на плоть. Что же он подразумевает, когда он говорит надеяться на плоть? Дальше он объясняет. «Если кто-то другой думает надеяться на плоть, то я тем более обрезанный восьмой день из рода Израилева, колено Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель Церкви Божией, по правде законной – непорочной. Но то, что для меня было преимуществом, то ради Христа я подчел тщитою». Что имеет в виду апостол Павел, когда он говорит, «Я могу надеяться на плоть?» Посмотрите внимательно. Это не значит, что должно быть в точь-точь все такое, как у апостола Павла. Нет. Но если мы сюда посмотрим, мы увидим что? Мы увидим первое. Мы увидим происхождение. Мы увидим некое воспитание, в котором он родился. То есть он говорит, «Вот я из рода Израилева, из колено Вениаминова». То есть он говорит о своем происхождении. Он говорит о воспитании, о неком религиозном наставлении, которое он получил. Он говорит, «Обрезанный восьмой день». Он говорит об образовании, которое он получил. Он говорит, «По учению фарисей». Он говорит о достижениях, о результатах своего служения, когда он говорит, «По ревности гонитель церкви Божией». Он не просто говорит о том, что в этом есть какое-то вот именно он дал церковь Божией. Но он показывает свое усердие. Он говорит, «Насколько усердным он был, служа Богу, как он думал, естественно, как он думал, как он себе представлял это, что он был готов дна церковь, и он достигал в этом большого успеха». И потом он говорит, «По правде законной, непорочной». И когда он это все суммирует, он говорит, что в общем-то в глазах других людей, в глазах того общества я имел достаточно серьезную величину, перспективу, возможности, способности, что я мог бы на это надеяться и жить себе неплохо. Вот так говорит апостол Павел. И если мы сегодня это соотнесем с тем, что есть у нас, то понятно, что мы не играем себя гонителями Церкви Божией. Я не думаю, что мы тут имеем такое прямо происхождение, что мы обрезаны в восьмой день или еще что-то такое. Но все-таки вот эти ресурсы, то, чего я достиг, это может быть материальные ресурсы, это может быть мое образование, воспитание, это может быть мое происхождение, это может быть наследство, которое мне досталось, как в материальном, так и в каком-то другом смысле слова. То есть это некие ресурсы, которыми я обладаю. И я могу на них надеяться больше, чем на Бога. То есть суммируя все это, мы можем сказать, что плоть – это все то, на что я надеюсь, но не во Христе Иисусе. Понимаете? Это все, что составляет на самом деле конкуренцию Богу. То есть судя по этим словам, надеяться на плоть – это значит надеяться на все эти вещи, на все эти ресурсы, на происхождение, образование, достижение, способности, таланты, преимущества и так далее. Сюда можно много чего добавить. Это могут быть и внешность, и социальное положение, и власть. Но так или иначе, это мои ресурсы. И когда человек живет, он старается всегда эти ресурсы преумножить в своей жизни. Он старается всегда их увеличить, обзавестись дополнительными связями, дополнительными материальными ресурсами, дополнительными способностями, как-то еще больше утвердиться в обществе, в мире, на работе, там, я не знаю, еще где-то, достичь как можно больше. Почему человек всегда к этому стремится? Ну, потому что человек, он хочет обезопасить себя. Он хочет застраховать себя от каких-то возможных проблем, ситуаций, несчастных случаев, там, я не знаю, непредвиденных обстоятельств, происшествий, которые могут случиться. И очень часто, в самом по себе в этом нет ничего плохого. Плохо, когда вот за всем этим я теряю надежду на Бога. Но теряю ее не то, чтобы я сознательно это отвергаю, проговариваю, отрекаюсь, бросаю церковь или еще что-то такое. Но в сознании моем, в уме моем и в сердце моем я все больше и больше надеюсь на эти ресурсы. И все меньше и меньше. Мне нужен Господь для того, чтобы решать мои насущные проблемы. И так сплоть – это состояние сердца человеческого, это образ мыслей, это умонастроение, при котором я живу, полагаясь на эти собственные ресурсы, накопленные мною в жизни или полученные в наследство, или еще каким-то образом пришедшие в мою жизнь, и которые составляют мой фундамент, на который я упираюсь прежде всего, на котором я стою, и не могу себе без этого представить свое существование. Но что хочет Господь, друзья? Господь хочет, чтобы мы надеялись на Него. Он не желает себя делить ни с кем и ни с чем другим в моей жизни и в вашей жизни. Он хочет сам дать нам уверенность. Он хочет, чтобы наша надежда, наши все самые лучшие ожидания, чтобы наши все планы, наши все перспективы, возможности, они были связаны с Ним в первую очередь. Чтобы мы понимали, что есть Господь. Когда апостол Иаков говорит, обращаясь к людям, надеющимся на какой-то свой бизнес, ну, привожу просто тот пример, который есть в Священном Писании, не имея ничего против бизнеса, он говорит им, послушайте вы, говорящие, что мы поедем туда-то, будем торговать, получим такую-то прибыль. И дальше он говорит, как надо было бы. Он не говорит, вот зря вы туда едете, зря торгуете, зря этим занимаетесь, зря вы влазите в этот бизнес. Он так не говорит. Он говорит, вам нужно было бы сказать, если Бог позволит, и живы будем. То есть он как бы показывает, что, что бы ни было в нашей жизни, мы не должны терять надежду на Бога. Мы всегда должны все связывать с Ним. Мы всегда должны понимать, что Бог есть тот, кто в любой момент может остановить весь этот поток благословений. Что Бог это тот, кто может одним махом все разрушить. Что Бог это тот, который может точно так же одним махом благословить и все восстановить в жизни человека, в котором, казалось бы, никаких перспектив нет. Мы вчера слушали свидетельства брата, который еще два года назад не имел абсолютно никаких перспектив в нашей жизни, в своей жизни. Если бы, знаете, вот мы стараемся с самого детства нашим детям создать какие-то перспективы, а он дожил до тридцати там с лишним лет и у него впереди была одна тьма. Его ожидала в ближайшее время смерть. Он каждый день принимал там смертельную дозу этого метадона. Но что сделал Господь? Он пришел и он изменил его жизнь в один момент. И у него появилось все. И Господь этим самым показывает, что я есть тот, на которого надежда никогда не бывает напрасной. И, но с другой стороны, задумайтесь вот над чем. А на что ему теперь еще надеяться? Когда у него в жизни не было ничего. Когда его вот эти ресурсы, они настолько минимальны, что он благодаря этому сейчас надеется только над Богом. И поэтому он о Боге говорит, о Боге свидетельствует, о Боге благовествует. Поэтому он ищет таких же людей, каким был сам. Он идет и говорит им. Он вытягивает их. Он говорит им эту благую весть. Он втягивается в служение. Он выходит, он свидетельствует, он модеряет других людей. Потому что в его жизни есть только Господь, для которого можно надеяться. Но многие из нас живут совсем другой жизнью. Я думаю, что большинство, я думаю, что вообще все, наверное. У нас есть ресурсы. У нас есть то, на что мы привыкли надеяться. У нас есть то, с чем мы связываем наше будущее. Что нас всегда подстраховывает. Что дает нам какую-то уверенность и будущность. И нам так сложно надеяться на Господа из-за этого. Поэтому мы молчим, мы никуда не идем, мы замыкаемся в сами к себе, мы закрываемся в доме молитвы, мы служим одним самим себе. И нам так сложно выйти куда-то, кому-то что-то сказать, кого-то привезти, кому-то засвидетельствовать, явить благодать. Сделать это задерзновение. Нам сложно это сделать. Потому что наши надежды связаны, может быть, мы не осознаем этого, но очень часто они связаны с этими ресурсами. И апостол Павел хочет, чтобы мы оставили наши ресурсы, чтобы мы смогли освободиться от них. Этого хочет Господь. И очень часто Он делает так в нашей жизни, чтобы мы оказались вдруг в такой ситуации, когда наши ресурсы, наши возможности, наши способности никак не могут нам помочь. Например, представьте себе, человек заболел. И ничего не может его спасти. Представьте себе, в стране настал какой-то кризис, который просто в один мах разрушает все, что было у человека. Или какие-то другие ситуации. Господь хочет достучаться до нас. Он хочет через все эти моменты показать нам, что Он не для того проливал свою кровь, чтобы мы доверяли чему-то другому, а не Ему самому. Он посылает нам проблемы, кризисы, Он сокрушает идолы, Он наказывает идолопоклонство. Он говорит, оттого многие из вас немощные и больны, чтобы показать цену всем нашим ложным надеждам. Он стучится в нашу жизнь, чтобы мы Его увидели и сделали Его единственным упованием. И в качестве примера можно привести, представьте себе, сегодня у всех есть мобильные телефоны и другие разные гаджеты, которые работают на аккумуляторах. Эти аккумуляторы нужно постоянно подзаряжать от розетки. Вы можете приехать домой, включить свой мобильный телефон в розетку и не переживать о том, что скоро он разрядится. Но если вы пошли куда-то, и у вас нет подзарядного, нет розетки, нет возможности, вы понимаете, что рано или поздно тот ресурс, на котором живет ваш телефон, он закончится. И вот точно так же мы должны относиться ко всему, что есть у нас. Мы должны понимать, что Господь Бог это неисчерпаемый источник, подключившись к которому, мы можем вообще ни о чем не переживать. Ну, по крайней мере, мы можем не переживать, что этот ресурс когда-то закончится. А то, что имеем мы, каким бы большим, каким бы, может быть, надежным, каким бы основательным и перспективным это ни казалось, мы должны понимать, что это может закончиться в любой момент. Может возникнуть ситуация, в которой это все не поможет. И это поможет нам уповать на Бога. Как избавляться от плотского состояния? Вот, менять свое мышление, анализировать, смотреть, на что я надеюсь. И есть еще один закон, интересный закон, о котором говорит Иисус Христос. Евангелие Теанна, 12 глава, он говорит так. Если пшеничное зерно, попав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. В биологии есть закон биогенеза. Этот закон говорит о том, что жизнь может произойти только из жизни. То есть, из мертвой материи не может вдруг взяться и заразиться жизнь. То есть, если зерно живое, то из него может произойти и другая, тоже что-то живое. Если камень мертвый, из него даже и другой мертвый камень не произойдет, а тем более какая-то жизнь. Но духовный закон, он, конечно, этот закон признается, мы его признаем, но в Писании есть еще один закон, что жизнь происходит не только из жизни, но и из смерти, что та предыдущая жизнь должна сначала умереть, чтобы потом появилась новая жизнь. И об этом и говорит Иисус Христос, когда говорит, что зерно, попав в землю, оно должно умереть. И тогда из него произойдет плод. И оно не останется одно, а будет много зерна, принесет много плода. Апостол Павел говорит такие слова, мы живые непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Посмотрите, вот удивительно, но апостол Павел, он все эти беды, переживания, проблемы, все эти испытания, которые в огромном количестве приходили в его жизнь, все эти опасности, все эти риски, он на них смотрел совсем иначе. Он не смотрел на них, как на опасность, он смотрел на них, как на благословение. Он говорил, что через это я все больше и больше упомаю на кого? На Господа Бога. И таким образом жизнь Иисусова, она открывается во мне. И когда Иисус Христос говорит об этом, Он говорит так, если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за Мною. Что значат эти слова? Конечно же, Христос не имел в виду натурально таскать крест за собой. Но что имел в виду Иисус Христос? Главное действие состоит в том, что крест – это орудие казни. Кого казнить на нем? Друзья, Господь дал нам крест для того, чтобы мы друг друга на нем распинали. Прямо натуральным образом. Или ненатуральным. В своем уме, в своих разговорах, чтобы мы не других распинали. А кого мы должны распинать? Отвергнись себя, возьми крест свой. Распинать самих себя. Крест – это орудие казни, и апостол Павел говорит, как оно действует. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Вот. Вот что нужно распять. Плоть со страстями и похотями. В своем послании семи церквам Иисус Христос, когда дает откровение Иоанну, там послание семи церквам, Он обещает каждой церкви благословение. Это разные благословения. Это, вообще, над каждым из этих благословений можно рассуждать отдельно. Но Он всегда говорит, что это благословение достается кому, друзья? Кому? Побеждающему. Побеждающему. Побеждающему дам вкушать от древа жизни. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками. Побеждающий облечется в белые одежды. Побеждающего сделаю столпом. Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как я победил и сел с отцом на престоле его. Кого побеждают? Наша брань не против крови и плоти. Самое главное побеждать надо свою плоть, потому что она желает противного духа, но это часть нас самих. Поэтому распиная плоть, распинать свою плоть это больно, это тяжело. Это удар по нашей гордости, это удар по нашему тщеславию, самолюбию, по нашим желаниям, по нашим мечтам может быть каким-то. Но поверьте, оно того стоит. Потому что тогда мы побеждаем. А когда мы побеждаем, Господь дает нам свое благословение. Я хочу благословения в своей жизни. Я хочу, чтобы в мою жизнь пришла сила Божия. И поэтому я должен побеждать. Если мы хотим благословения в нашей церкви, мы тоже должны побеждать. И тогда у нас будет сила. И тогда у нас будет... Вот мы ехали с одним братом из России в Белоруссию, он сказал 2Р. Я хочу видеть в своей жизни. И тогда я уверен, что это... Я в том, что дал мне Господь. Если это служение, должно быть это 2Р. Это радость и это результат. Вот если мы будем побеждать, наша жизнь придет радость от того, что мы делаем. Не обязанность, не чувство долга, не тоска какая-то, не тяжесть, а радость, удовлетворение от того, что мы делаем. И следом за этим будет результат. Пусть Господь благословит нас в этом. Аминь. Давайте помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok